Эта пара манго только что продана за 500 000 йен. Это почти 4000 долларов. Это не просто манго. Это тайоу ноутэмэго, или яйцо солнца. Потрясающие, пухлые, красные, совершенно не царапанные и невероятно сладкие манго, которые выращиваются в префектуре Мияадзаки в Японии. Каждый апрель лучшие манго из префектуры продаются с аукциона на центральном опытовом рынке Мияадзаки. Но хотя фермеры на Ивамиадзаки посвящают целый год подготовке этого манго к аукциону, нет никакой гарантии, что фрукт будет продан по такой высокой цене. Это потому, что прежде чем попасть на аукционный стол, манго должно быть совершенно внутри и снаружи. Его трудно вырастить. Не все фермеры, выращивающие его, успешно выращивают манго. Так почему манго тайоу ноутэмэго так сложно выращивать? И почему они такие дорогие? Манго, выращенное в Мияадзаки, происходит из сорта манго Ирвин, который часто называют яблочным манго, так как при созревании они становятся красными. Манго Ирвин на самом деле довольно распространены, а также выращиваются в других частях мира и продаются по гораздо более низким ценам. Это связано с тем, что экземпляры тайоу ноутэмэго связаны не с типом манго, а с заботой о нем. Чтобы вызвать шумиху на аукционе, манго нужны пчелы. Чтобы увеличить свои шансы на успех, такие фермеры, как Такую, обычно арендуют пчелы в период сцветения. Эти цветущие растения – манго. Пчелы играют решающую роль в выпалении растений. Так как без них манго не вырастут такими большими, как хотелось бы. В зависимости от активности пчел на одном дереве может быть до 200 опыленных плодов. Это манго, который обычно удаляют. Оставив этот плод манго на дереве – настоящая неудача для фермера, выращивающего манго. Это то, что происходит с плодами, которые не были опылены пчелами. Они не станут большими. Это растение продолжает цвести, как хочет фермер. Оно может прожить до 35 лет. Растение такое 20 лет. Однако даже его пчелы пыляют растения. Это не обязательно означает, что все манго в этом сезоне будут квалифицироваться как Тайо наутамага. Только те, кто находится в хорошей форме, явно содержат ямы и находятся в хорошей позиции и получат шанс. Чтобы успешно вырастить его, вся теплица должна работать бесперебойно. Температура должна быть постоянной, помещение проветриваемым, воздух осушенным. Манго защищены от гравитации. Когда все остальное на месте, приоритетом такое становится солнечный свет. Только когда манго подвергается воздействию солнечного света, цвет плода меняется, становится ярко-красным, а содержание сахара увеличивается. Плоды в тени имеют плохой цвет и не увеличиваются в сахаристости. Солнечный свет очень важен. Если манго упадет в тень, такое свяжет ее веревкой, чтобы поднять обратно. А чтобы солнечный свет одинаково касался каждой части плода, он собрал эти светоотражатели из пакетов из-под молока. Добавляя отражающие панели, цвет усиливается даже до нижней части плода манды. Эта фиолетовая область у нас красная при созревании. Если зеленой части много, то при созревании эта часть прижелтеет вот так. Светоотражатели и панели прикреплены, чтобы сделать всю поверхность максимально красной. Я не думаю, что кто-то использует пакеты для молока. Пакеты из-под молока достаточно твердые, чтобы их можно было держать на горизонтальном уровне. Мне посоветовали использовать более мягкую бумагу, но тогда она будет гнуться и не будет стоять ровно. Я улучшил детали, которые трудно использовать. Независимо от того, сколько это стоит, такое относится к каждому манго с уважением. Семен каждый манго отплачивает ему неповторимым ароматом. Он имеет как сладкий, так и кислый вкус. Он очень фруктовый, на поверхности есть царапины красноватого оттенка, нет ни с самого низа. Думаю, это будет не Тайоуноутэмэг. Такую выращивает манго уже 16 лет. Этому ремеслу он научился у своего отца. В этом году он вырастил во своей теплице 9500 манго. Теперь они готовы к осмотру, чтобы узнать, сколько из них заслуживает желание накидывал Тайоуноутэмэгэгэ. Первый осмотр осуществляется человеческим глазом. Инспекторы внимательно изучают внешний вид каждого манго, чтобы убедиться, что они полностью красные, без намека на зеленый цвет снизу. Затем машина сортирует их по содержанию сахара, весу и размеру. Далее содержание сахара должно быть не менее 15%. Он весит более 350 граммов и имеет стандартный размер более 2 литров. Тайоуноутэмэгэг будет только те, которые соответствуют всем этим критериям. Эти инспекторы сортируют манго по пяти сортам, два из которых Тайоуноутэмэгэ. В зависимости от времени года, в лучшем случае всего 13-15% манго становится Тайоуноутэмэгэ. То есть около 10%. Только такими могут быть Тайоуноутэмэгэ. Я думаю, что это небольшой процент. Теперь манго отправляется на центральный оптовой рынок Миядзаки для аукциона. Вся забота и тяжелая работа, которую Тайоуноутэмэгэ и другие фермеры префектуры вложили свои плоды, привели к этому моменту. Надежда состоит в том, чтобы соответствовать или превышать предыдущую цифру в 500 тысяч йен. В это время года в городе Сайта только 5-6 ферм по выращиванию манго. Все фермеры, которые отгружают в это время, являются конкурентами. Я тоже чувствую, что я должен сделать все, что в моих силах. Доброе утро всем. Сегодня первый день для продажи манго Миядзаки Тайоуноутэмэгэ в 2022 году. Аукцион официально начался на центральном оптовом рынке Миядзаки. 500 тысяч йен. Да, 500 тысяч йен. 500 тысяч йен в этом году на 300 тысяч йен больше, чем в прошлом году и соответствует рекорду 2019 года. Фермер, который выращивал это манго, это такое. Это невероятно. Я подумал, ура. Третий год подряд его манго продается на акционе по самой высокой цене. Их купил универмаг в Факуоке. Я сам понесу их на руках в самолет. Мы берем их прямо в нашу фруктовую лавку в универмаге в городе Факуоке и выставим их на обозрение. Мы устанавливаем эту цену, потому что хотим, чтобы люди знали о Тайоуноутэмэгэ по всей Японии. Сегодняшний результат был успешным для Тайоуя. Но даже в стране с сильной культурой и дарением подарков такой, как Япония, не всегда гарантируется, что такой роскошный фрукт найдет покупателя на опционе. Я знаю, что в условиях текущей ситуации с ковид и роста стоимости жизни потребители испытывают трудности. Рынки люди делают все возможное, чтобы продать их, а оптовики их покупают. То, что продают, несмотря на высокую цену в таких непростых условиях, предполагает, что все еще есть поклонники манго. Накторы могут даже побаловать себя манго. После цветения, плодоношения, сбора урожая и продажи на опционе растения манго, такое готово к новому сезону. И тяжелая работа еще не окончена. После цветения, плодоношения, сбора урожая, я снова обрезаю эту ветку до исходного положения. Это наш процесс обрезки. В теплицах очень жарко. В такой среде трудно выполнять обрезку. В моей природе делать то, что не работает, пока оно не сработает. Раньше я занимался спортом и ненавижу проигрывать. Я хочу делать вещи лучше, чем другие люди. Возможно, это дало хорошие результаты.